Всем привет! Я Алиса Че и вы на канале Че Гейм. И сегодня я буду делать дом Эльзы в Токобока. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайк. Ну а мы начинаем! Ну что ж, мне кажется, что сегодня будет очень-очень трудно сделать что-то похожее. Ну ладно, давайте все-таки попробуем. Нам нужен синий дом, чтобы он был хотя бы чуть-чуть похож на замок Эльзы. Давайте вот этот уберем и построим его заново где-нибудь здесь. Ох, ребята, не знаю, не знаю, получится ли у меня сегодня. Убираем всю мебель. Ну ее тут не очень много. На самом деле здесь очень много комнат, я не знаю, что буду с ними делать. А вот балкон реально есть в замке у Эльзы. Она там встречала рассвет, и это я точно помню. Ну что ж, я предлагаю вам для начала выбрать обои. Очень мало в самом мультфильме показывается внутренности этого замка. Так что я буду делать как-то примерно, как бы это выглядело. Пол у нас должен быть везде ледяной. То есть, либо он какой-то белый с синеватым оттенком. Вот примерно какой-то такой, наверное, да? А обои мы сделаем, наверное, чуть потемнее цветом. Вот как-нибудь так. Но тоже везде одинаковые. Ну вот. Возможно, есть прям реально какие-то ледяные обои. Давайте-ка посмотрим. Вот такие есть, слушайте. Но они странные. Мне кажется, так в замке у Эльзы не было. Тут снежинки есть. Вот, например, можно их. Просто, чтобы было хоть какое-то разнообразие. Так, мне кажется, что вот эта комната должна быть спальня, которая рядом с балконом. И нам нужна вообще ледяная кровать. Но, по сути, хотя бы синяя нам сгодится. Ну вот такая. Как вам, ребята? Мне кажется, что более-менее. Не спать же Эльзы прямо на льду. Теперь я хочу посмотреть какой-нибудь синий-голубой ледяной шкафчик. Тут есть, по-моему, прозрачный. И мы можем посчитать, что прозрачный. Он такой из прозрачного льда. Мне кажется, классная задумка. Вот, посмотрите. Ну, слушайте. Нормально, нормально получается. Вот такие тоже ледяные полочки у нас будут. Вот, посмотрите, какая красота. Но вот ковров, скорее всего, не будет. По-моему, ковров у нее не было. Теперь самое сложное. Что же у нее бы стояло в комнате? У нее был какой-то фонтан, но он был заморожен. А этот работает. Тут нет ничего ледяного. Я плачу. Давайте поставим вот такой фонтан. Я точно помню, что он был. Но я не помню, где. Как будто вот он замерз. Чтобы могло, в принципе, у Эльзы стоять. Ну, например, ей бы было скучно сидеть в своем замке. Она бы фотографировала рассвет, закат. О, фотки печатает. Классно. И вот такой вот планшетик, где можно поиграть в игры. Посмотрите, что я нашла. Это же прозрачный ледяной ноутбук. А значит, давайте сделаем какой-нибудь офис для Эльзы. Почему бы нет? Я предлагаю поставить вот такой вот прозрачный стол. Вот такой. Как вам? Ну нет, это странно. Вот такой лучше. Нам нужно выбрать какой-нибудь ледяной свет. Какие-нибудь свечи. Вот такие, например. Все-таки она королева, она должна создать себе какую-то такую атмосферу. Давайте, кстати, реально поставим светильники еще вот сюда. Он тоже ледяной, посмотрите, голубой, прозрачный. Мне это нравится. Ледяное креслице. Где оно прячется? Вот такое какое-нибудь. Полочка. Вот такая вот синяя. Вот ей гору можно поставить. Она все-таки заснеженная. А Эльза любит снег. Вот кристаллики какие-нибудь можно. Как будто реально замороженные, такие ледяные, красивые. У нас теперь есть еще вот такая вот большая комната. Я предлагаю в ней сделать кухню. Синяя кухня. Как вам? Шкафчик. Вот такой. Сюда. Также вытяжка. Холодильники, мне кажется, здесь вообще везде должны быть. Есть вообще прозрачный, как будто он реально из-за льда. Нам нужен стол. Какой-нибудь такой может быть? Он похож больше на кофейный. Нет, мы поставим его сюда. Ладно, пусть будет вот такой. О, он все-таки более-менее какой-то наполовину из-за льда у нас будет. Эх, вот бы такие стульчики стеклянные были. Ммм, да их нет. Можно такой какой-нибудь диванчик сюда поставить. Давайте ей еще еду какую-нибудь. Положим. Какое-нибудь молоко. О, тоже мы его обязательно замораживаем. Мороженое. Вот, пошло дело. Коктейль молочный. Все должно быть в холодильнике. Радужное мороженое. Такие вот напиточки у меня еще есть. Ух ты, давайте поставим вот такую штуку со льдом. Красота. Теперь нам нужно сделать туалет. Ледяной туалет. Мне прям очень интересно, как же она будет на нем сидеть. И надеюсь, что она себе ничего не отморозит. Нам нужен прозрачный душ. Ледяной душ. Посмотрите, о май гад, из него капает лед. А почему снизу пена? Интересно. Ну ладно, есть ли какой-нибудь замороженный туалет, унитаз? Ну вот какой-нибудь... Нет, не этот. Вот такой. Хм, почему бы нет? А куда мне ставить раковину? Ну, Эльза вообще живет на горе. Если туалет у нее будет рядом с окном, ничего не случится. Теперь нужна раковина. Это сложно. Давайте поставим тогда белую, вот такую, минимально привлекающую внимание. И белое зеркало. Все-таки смотреться на себя она должна. Я хочу полочку прозрачную сюда. Такие полочки вам повешу. И надеюсь, что вы будете довольны. Душ сюда вот. Вау! Классно, крытяк! Ей нужна косметика. Ну, чтобы она красилась себе спокойно. Шампунь, наверное, для волос. Будет же она все-таки мыться. И зубная щетка обязательно синяя. Паста с зимней прохладой. Смотрите, у них же есть такие названия. Кисточка. Вот она для макияжа. Еще я возьму вот эту палетку теней. Она какая-то синенькая. Ну, а Эльзе все-таки надо краситься. Она же королева. Ну, стиральной машинки у нее бы точно не было, наверное. Ну, что ж, у нас осталась самая интересная часть дома. Это гостиная. Нам нужен какой-нибудь синий диван. Ну, вот такую вот штучку можно поставить. И она смотрится странно. Вот какой-нибудь такой можно. Почему бы нет? Это можно убирать. Вот сюда. И вот сюда мы ставим диван. Вот так. А что будет, если мы поставим наоборот? Наоборот, мне кажется, даже лучше. Отлично. Значит, оставляем так. Теперь давайте какой-нибудь телевизор. Ледяной. Пусть она смотрит. Смотрит новости своего королевства. Также у нас есть еще вот такая штука. Которая охлаждает. Из нее будет падать снег. Ребята, это лучшее. Это лучшее, что я за сегодня нашла. Я предлагаю поставить его вот здесь, где она отдыхает. И вот здесь, где она спит. Вот, смотрите. Минус 40. Так, замечательно, ребята. Представляете, спишь, лежишь, а на тебя падает снег. Может быть, какая-нибудь картина? О, у нее же родители утонули на корабле. Шикарно. Давайте поставим ей вот такую картину. Кораблекрушение. Давайте какое-нибудь креслице тогда. Вот такое кресло. Конечно, это очень-очень-очень странно смотрится все. Теперь нам нужно заполнять вот эту вот штуку. Отцу, что у Эльзы все полки, получается, пустые. Мне кажется, тут должны быть книги. Ну и, наверное, не обязательно, чтобы они были прям только синие. Мы сделаем их вот так. Поставим лебедя. Вот такое вот какое-нибудь перо. Нужно что-то, что ассоциируется с холодом. Но все-таки она у нас колдунья. Мы можем поставить ей волшебный шар. О, посмотрите, какая крутая штучка. Какое-то растение. Но без листьев. Это нам подходит. Теперь свеча нам нужна здесь. Поставим вот такую. А, нет, вот такая лучше. Я помню, с таким Анна ходила искать Эльзу. Так что оставим вот такой. В туалете тоже какая-нибудь свеча. И на кухне тоже. Шикарно. Но на самом деле мне очень нравится. Мне кажется, Эльза бы реально так и жила. Давайте ей еще поставим радио. Что же ей? Скучать, что ли, здесь? Одной. Все-таки это замок. Давайте вот такие колонны поставим. Радио у нее не будет. Все-таки я поняла, что это замок. Давайте поставим еще замороженную елку. Еще синяя взрывчатка какая-то. Нажимаешь, она взрывается синим. Надо зажечь все свечи. А то у нас как-то темно в доме вообще. Очень. А телевизор весь свет. Какой кошмар. Ну и давайте теперь сделаем Эльзу, которая будет жить в этом доме. У нас уже есть очень много персонажей. Давайте попробуем создать Эльзу. Но она, конечно же, максимально светлая. Из-за того, что она ледяная. Мне кажется, это логично. Теперь нам нужна косичка. У нее белые волосы. Они достаточно длинные. И, по-моему, они у нее собраны в косичку. Вот. Вот в такую. Идеально. Вот белые. Как снег какой-нибудь. У нее коричневые брови. Мы сделаем их какими-нибудь такими. Изменим немного форму. На такую. О, шикарно. Пусть она у нас улыбается. Отлично. Мы ей поменяем глаза. Сделаем ей глаза с ресницами хотя бы. Нос мы тоже меняем на максимально маленький и светлый. Можно сделать небольшой румянец. У нее прям он очень сильный, знаете. Вот такой даже. Но светлый. Вот так. Отлично. Теперь мне нужно голубое платье. Ну что, посмотрите. Эльза готова. Как вам, ребята? Я предлагаю ей одеть еще корону. Ну, потому что она все-таки королева. Ну, либо не с короной, а с диадемой. Она здесь точно есть. Корона. И вот такая диадема. Диадема смотрится намного лучше. Оставляем ее. И пусть теперь Эльза посмотрит на свой новый дом. Ну что ж, вот так вот Эльза смотрится в ее новом домике. На самом деле, мне кажется, что ей очень нравится. А вам? Если это так, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была Алиса Чья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok